Всем привет, с вами подкаст Europe Design. Сегодня 20 октября и сегодняшние громкие темы будут новая конференция от Apple, устройство, хаббер-хаббер разделился на два и новый релиз Firefox. Погнали. Ну давай тогда с первой темы. Да, то есть все мы наверное помним, что в этот четверг, а может не в четверг, 16 числа была конференция Apple. Они позиционируют это как iPad Event, то есть самым громким наверное релизом был новый iPad Air 2. И давайте сейчас пройдемся, как-то попробуем проанализировать, что вообще произошло. Тим Кук, новый iPad, мы уже видим Touch ID, для тех, кто любит все это кольцо, уже понимает, что означает. Но давайте кроме шуток, начали-то нам с оси, то есть iOS 8.1, мне кажется на моей памяти это самый быстрый такой релиз типа полумажорной версии. То есть 7.1, 6.1, 5.1, они мне кажется все-таки через несколько месяцев выходили, а здесь 8.1 прям вот так вот сразу. То есть, ну, кроме того, что это связано с тем, что вот доделывали Apple Pay, то есть его же анонсировали еще в восьмой оси, но вот только 8.1 успели доделать голопом по Европам, а надо уже как-то окучивать бабки-то. Поэтому, я так думаю, вот из-за этого, ну, собственно, сегодня уже, скорее всего, будет доступно к вечеру, то есть в Америке-то еще пока не сегодня, еще только вчера. Поэтому, да, ты как вот на это смотришь? А мне, знаешь, кажется, это из-за того, что было куча ошибок со всякими там определениями интернета, там, вот это все то, что там, ну, не ловилось, вдруг поэтому 8.1 так быстро они... Да, сейчас я на пятерочке проверил, все еще 8.02 новейшее ПО, то есть это как бы обман оказался. Я думал, тебе 8.1 уже пилит. Нет, ну, на самом деле, вообще-то, если вот давай подумаем Apple Pay, да, то есть Apple, наверное, одна из немногих компаний, у которых реально есть ресурсы сейчас во все точки, там, ладно, Best Buy, там, какой-нибудь Fred Meyer, то есть, ну, кроме таких продуктовых и электронных сетей, даже во всякий American Eagle, везде, Apple, это единственная компания, которая может просто взять, потратить, там, я не знаю, о каких суммах идет речь, несколько миллиардов долларов на оснащение новыми терминалами всего вот этого, Макдональдсов еще, то есть, ну, еду как минимум, и просто сразу начать зарабатывать деньги, то есть просто, ну, я не знаю насчет обязать, не обязать, но они, наверное, со стороны банков как-то зайдут, просто где какие-то банки работают, какие терминалы они обслуживают, там они свои же поставят, и они очень сильно стартанут прям вот не с нуля, как если бы это сделал кто-нибудь там мы, а вот прям с горочки, оп, подпрыгнут и сразу же еще дальше попрут. А в России, как они, интересно, с горочки подпрыгнут? В России у нас вот, на самом деле, есть же какие-то стандарты, которые MasterCard PayPass или Visa PayPass, ну, у них, у обеих есть, что карточки подносить, и вот у нас в Челябинске я таких видел терминалов, штуки 2-3, и несмотря даже на то, что у меня вот карточка, да, собственно, и у тебя, у нас карточки, они поддерживают эту штуку, там прям такая типа Wi-Fi нарисована, 3 этих линии, то все равно я вот так ни разу и не попробовал это сделать, и я больше чем уверен, что если я девочке из СБС скажу, что у меня вот такая карточка, я так хочу расплатиться, ну, мы, возможно, в ступор ее как-то повергнем. Да, будем пытаться покупать через этот... Поэтому вот то, что Apple Pay и NFC и iPhone 6, это все, конечно, здорово, до нас это дойдет, наверное, не скоро, хотя, наверное, скорее, чем если бы это было 5 лет назад. Чем в Корее. Да, ну нет, в Корее-то у них уже Samsung давно завезли. Я так слышал, они с PayPal теперь хотят объединиться, кстати, Samsung, и тоже что-то такое замутить. То есть, возможно, будет ответ какой-то. Но это правильная идея, я думаю. Но они к этому идут. Но они разрывают рынки, да, и надо быстрее это окучивать. То есть, если бы мы из будущего пришли хотя бы на 5 лет назад, мы бы охренели, насколько много идей уже сделано, и можно сразу было сделать и свой Apple Pay, и свой Instagram и так далее. То есть, ну... И, может быть, еще через 5 лет все будут думать, у них все еще нету там, не знаю, Instagram 3, а в нем можно не только там, можно запахи свои отправлять, а там для этого всего-то нужен чип за 2 доллара, который уже давно китайцы производят. Селфи-запах. Да, селфи-запах знаменитый. Ну, то есть, это все такое. Apple двигает какой-то вот этот прогресс, и поэтому Apple Pay, я думаю, им еще лишнюю сотню миллиардов долларов, как 500 или 600... Не проблема вообще. Принесет, я имею в виду, что прям даже вот в первые там несколько кварталов. Кстати, они тут какого-то 26-го числа будут отчитываться за квартал прошедший, и, возможно, там будут уже какие-то данные о том, сколько айфонов продано уже шестых. А, это есть с новыми айфонами, да? Ну, я вот не уверен, этот они будут квартал или за предыдущий, я не очень бухгалтер. Но мы узнаем какие-то цифры опять, это будет опубликовано, наверное, на том же The Verge или Engadget, но, короче говоря, мы, может быть, даже это обсудим здесь на подкасте, потому что, скорее всего, теперь будем как-то... Про бабки всем интересны. Будем теперь с денег начинать, как гоблин. Да, ну, кроме этого, еще Yosemite, то есть она еще в тот момент тоже вышла в релиз, и, к глубочайшему сожалению некоторых людей, половина багов так и осталась, половина сторонних приложений так и не дописали под Yosemite, то есть там какие-то виджеты сверху в меню баре не работают. Ну, это все, конечно, мелочи, но юзер-экспириенс немного портят, и поэтому те, кто может терпеть и не обновляться, пока не обновляется, то есть, ну, да. Ну, ты-то давно уже... Я с первой беты сижу, но, во-первых, я просто такой человек, я люблю все попробовать, и я спокойно мирюсь с какими-то лишениями. То есть, ну, не работал у меня Mplayer X где-то 4 месяца в режиме фуллскрина. Хотя можно было просто зайти на сайт и прочитать, что билд, который в Mac App Store больше не поддерживается, и надо теперь скачивать с их сайта. Я бы не мучился от этого. Dropbox то же самое. Бета-релиз был доступен очень давно, который добавлял контекстное меню в Yosemite и так далее. То есть, ну, а я даже умудрялся как-то на это забивать и так далее. То есть, ну, без этого жил, терпел, чтобы Apple быстрее сделали Yosemite нормальным. Ну, да. Кстати, в этот четверг я какой-никакой обзорчик запишу. То есть, он не будет такой полный, как полный обзор Yosemite там от какого-нибудь того же, опять же, The Verge, раз мы уже на нем сидим. Нет, это будет уже именно с точки зрения веб-разработки. И да, то есть, если о самом железе, то iPad наконец-то стал золотым. Давно все этого хотели. Да, iPad mini. То есть, новый iPad mini, он на самом деле добавили только Touch ID и золотой цвет. Нет, все, камеру не улучшили, она так осталась 5-мегапиксельная, а в Air теперь 8-мегапиксельная. И вообще это все... Они разделили эти два девайса, потому что до этого, как мы помним, iPad Air и iPad mini 2 с ретиной, они отличались только размером. Процессор там был одинаковый, там, A7, по-моему, может быть, A8, не знаю. И различались они только экраном, и, видимо, очень много людей... Да, A7, вот, Last Year's 7 процессы. Все люди очень сильно метались, какое взять, и теперь не будут, потому что в суперхорошие игры, там, какой-нибудь Infinity Blade 8, на iPad mini 3 они уже не поиграют. Ну, то есть, все оба девайса в трех цветах? Ну, и в трех этих гигабайтных категориях, да. Тоже 32, кстати, дропнули. Теперь 16, 64, 128. Ага. Ну, никто не пользовался 32, мы поняли. Они, возможно, что-то как-то, да. Возможно, наоборот, сильно пользуются. Теперь все будут 64. Ну, я правда не знаю, но это... Можно много аналитики на эту тему читать, но лучше Retina iMac. Так. Ну, я не знаю, что тут сказать. Мы все такие не очень богатеи, поэтому, наверное, мы можем только облизываться. Но вообще... Нищеброды, скажем прямо. Ну, да. Не очень богатеи, нищеброды. Такие синонимы от Europe Design. Вот. И, ну, все пишут только ту проблему, что нельзя использовать как внешний экран. То есть, нет двух Thunderbolt'ов, нельзя как по двум Thunderbolt'ам подцепить из-за гигантского разрешения. И, да. То есть, для тех, кто хотел купить монитор по цене 2,5 тысячи долларов, обломитесь. Тем более, неизвестно, сам Cinema Display обновили или нет. Давайте прямо сейчас за секунду попробуем как-то это пробить. Мне даже интересно стало. Но, по-моему, ему в тот момент как-то не было. Shop Accessories. Нет, не те Accessories. 5K Display. Ну, нет, только сам iMac. Compare Models. Не представляю, где его здесь откопать. Попробуем поиск. Он синий. Нет, он не синий. Теперь Thunderbolt Display. R пропустил. Apple Thunderbolt Display. Есть. Нет, он, по-моему, не 5K. То есть, сам дисплей не обновили. Как это ни странно. Ну, да. Ну, это только чтобы, опять же, маркетинговый ход, чтобы покупали iMac. Да, чтобы iMac именно покупали. Причем, ну, ладно, iMac я буду покупать. Но если посмотреть по характеристикам, то стартовая модель, она вообще говно. То есть, ну, ладно, 4-ядерник, но это i5. В нем не будет гипертрейдинга и 8 гигов памяти. Ну, это прям вообще мало. То есть, я предпочитаю думать, что, чтобы нормально работать, надо заказывать не стартовую комплектацию и еще больше денег туда занести. Короче говоря, наверное, не сразу их начнут покупать, тем более с учетом курса доллара сейчас. У нас в России, да. Да, это будет... Это просто космическая покупка. Ну, наверное, вот все больше можно понять о том, что проще купить хороший MacBook Pro с ретиной и Thunderbolt Display, хотя переключаться между ретиной и неретиной будет, конечно, очень тяжело, чем вот такую дуру здоровую покупать и потом не знать, что с ней делать. Но... С плохим железом. Ну, да, да. Лучше собрать обычную банку с очень хорошим железом за, не знаю, за 80 тысяч рублей и в космос на ней улететь, вот в отличие от вот этого всего 8 гигабайт. Официальные русские цены, кстати, от 125 косарей. То есть, ну, если сейчас по нынешнему курсу около сотни получается, ну, 25 у нас наваривают. Ну, как обычно, короче говоря. Ну, на такой штуке, я думаю... В общем, не нишевый продукт, но да. Мэк Мини, я вот в последнем Radio IT они обсуждали, что новый Мэк Мини самый дешевый хуже предыдущего не самого дешевого. То есть, туда поставили двухъядерник вместо четырехъядерника. И четыре гига оперы. То есть, теперь самый простой эпловский компьютер у вас будет чуть хуже, чем предыдущий самый простой эпловский компьютер. Ну, Fusion Drive здесь, он типа быстрее, но, знаете, как-то это... Все равно все вытащат, поставят SSD. Ну да. Тем более, что, ну, ты уже взял вот такую штуку, ну... Пусть уже у тебя хотя бы быстро... Ты все равно на ней ничего не сделаешь. Пусть хотя бы она у тебя быстро загрузится, ты быстрее попадешь в ВК. Ну да. Ну и часы. Тим Кук, по-моему, у себя прям на запястье показал. У него там какой-то белый вариант был. Прям на конференции он это сделал. Ну и сказал, что по-прежнему будет это все в январе. Ну, это я придумал в январе. Early next year. Если угодно. Но мне вот батя постоянно рассказывает ту новость о том, что ребята, Apple, разорили компанию, которая делает им сапфировое стекло, потому что они сначала сказали, что они будут заказывать их для айфонов. И заказ разместили. А потом потестили. И что-то бьются они. То есть они вроде прочные, против там шкрябаний, всяких царапин. Но если его уронить, оно сразу в крошку распадается. И отозвали заказ. А чуваки уже набрали... Я не знаю, о какой компании идет речь. Я не помню. Чуваки уже набрали кредитов под все это дело, чтобы освоить, увеличить... И теперь все они банкротами себя объявили, потому что вот. Эффект Apple, это будем говорить. Ты знаешь, ты руку протянул, потом оп, и голову вот так почесал. И все. А компания разорилась. То есть, ну, наверное, на часы у них уже хватит. То есть там какие-то партии закуплены. Они сейчас, скорее всего, все-таки ПО допиливают. Потому что сейчас вот менять какие-то датчики и железо уже поздновато. Так что вот такие вот новинки от Apple... Ну, не очень сильно большие. Ну, я так понимаю, никто и не ожидал там чего-то громкого. Я ожидал новых MacBook Pro с Broadwell процессорами хотя бы анонсов. Хоть несмотря на то, что Intel сказали, что шипить будут эти процессоры только с февраля. То есть, в принципе, зря ожидал. Вот. Но вообще комьюнити ждало MacBook Air с ретиной. Сейчас нет там ретины. И прям... И не сделали, да? И не сделали. И 12-дюймовый обещали. Ну, не обещали, а слухи. Я уже привык верить слухам про Apple после того, как iPhone сливают прям в чистом виде. Я привык верить этим слухам. Но нет, 12-дюймовый Air пока нет. Может быть, будет какой-то мартовский ивент. Обычно в марте или в апреле же у них ивент еще один. И может быть, там это как-то... Или мы уже следующего WWDC будем ждать. Но как-то что-то... В общем, следите. Пишите, кстати, в комментариях, кто уже накопил на ретины iMac. И вообще, что вы думаете про новинки от Apple? Как они более агрессивно стали монетизировать свой бренд? Да. Про Apple Pay пишите. Может, вы уже в Дубае где-нибудь расплатились там за чипсы? Я не знаю. И с часами нужен. Следующая тема это наш российский ресурс про IT-технологии Hubber Hubber наконец-то разделился. Ну, как наконец-то? Они разделили его на две, можно сказать, категории. То есть, ну, именно аудитории людей. Это два разных сайта Geek Times и Hubber Hubber так и оставили. Ну, Hubber Hubber уже с 2006 года существует, как нам гласит статья. и существует, причем сначала это существовало, как вот это сейчас вы видите Geek Times. Да. А Hubber Hubber был изначально, редактировался редакцией и авторы просто, пользователи писали какие-то статьи. Сейчас только пользователи пишут. Ну да, сейчас тоже такое снобистское комьюнити. Я могу очень долго говорить о том, как я не люблю Hubber. Почему я прям с 2000 года, как он 2006 появился, я его не читал и не собираюсь, но да. Ну он да, он есть как и явление, я думаю, если бы не он, было бы что-нибудь другое. Просто на Reddit все сидели, был бы нормальный русский Reddit и не было бы вот этого говна, которое здесь происходит. Извините. Ну вот да. А теперь этот ресурс разделился на два. На Hubber Hubber только IT-related, то есть только то, что специализировано по IT оставляют. Все остальные статьи перенесли, то есть старые тоже перенесли на Geek Times, всех пользователей перенесли, ну копировали, грубо говоря, на Geek Times тоже со всей репутацией, со всеми, то есть никто не испугался, то что у него обвалилась там репа. Можно аналогию провести, да, когда один известный торрент-трекер разделился на второй, другой известный торрент-трекер, то всех пользователей тоже перенесли и с тех пор они можно под одной базой коннектиться и туда и туда. Причем с тех пор так ни разу и не слили. Я вот ни разу на рут-трекере не менял свой пароль и что-то как-то вот не было утечек. У них молодцы с безопасностью. В отличие от Dropbox. Ну, Сноуден дело, говорил, походу. Он следующий, он будет рут-трекер рекламировать. Да. Или другой ресурс, да. Вот. Так что на Geek Times мы теперь читаем всякие приближенные темы, типа вот про ученых, про мозг, про работу, ну вот про новый ресурс. Вот даже такое, вот мне просто интересно, сколько уже здесь комментариев и какого они плана. Да, это мы видим отпочковавшийся ресурс от ленты.ру. Лучше б не видели. Ну, тут, 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 знаете, тут просто рассматриваешь, рифты, ну нет, на самом деле меня тоже немного било по глазам. Странно это все как-то. Я вот сразу беленький включил, там можно черненький, беленький включать, выключать, но не будем заходить сейчас делать обзор на Медузу. Ага. Пусть они, да, так остаются. Дай бог им здоровья в это тяжелое время. Ну вот, ну вы еще знаете, что у Хабра есть тостер, там где вопросы все задают, брейн-сторидж, там где типа как LinkedIn. И вот фрилансинг, я не помню, это тоже типа для фриланса. Да что, ну, ну, это фрилансинг. Да, Хедхантер у них еще был, но мы просто настолько некомпетентные люди в этом всем холдинге, TM, что что-то вот я хедхантера уже не вижу в хедере, но по-моему, он все-таки есть. Ну, понятно. Ну вот, вот так вот произошло все, ничего страшного, просто теперь, кому интересно читать про телефоны, они будут читать их там на Geek Times, грубо говоря, скорее всего. А смотря, что делать с телефоном. Смотрите, какие-тоTV, тебе root нужен на Андроиде. Это будет на хабрахабы. Это на хабрахабы. А когда просто вышел новый Note 4, он такой няшный, то это, видимо, на Geek Times. Ну, и они говорят, что на Geek Times все-таки редакция будет что-то писать. Я думаю, скорее всего, это будут рекламные какие-нибудь посты жесткие. Ну, и дай бог, ребята монетизируются, каждому бы так желало. Это правда. Но на хабре тоже же есть блоги компании. Вот, например, этот пост — это блог компании TM как раз, которая вот держит хабр, прям держит. И тут у нас про ИИ новость. Ну нет, это не блог компании. Ну у Яндекса есть свой блог на хабре. Благ. Благ. Да, так что тут тоже есть типа не просто пользователи. А просто о компании еще. Да, да. К тому же их, скорее всего, точно нормально, ну, постят, и все хорошо там. Да, у них все хорошо. Переходим дальше. Вышел фреймворк для PHP ИИ 2.0. Его сильно долго ждали, когда мы года полтора назад что-то как-то пробовали это все. Был у нас загон. Тогда еще ИИ 2.0 был только в бете. И прямо его сильно ждали, потому что его с нуля переписывают. Но вот здесь можно посмотреть, что теперь поддерживает стандарты PSR. Ну это всякие code style guide, как надо namespace описать, как функции и так далее. Можете перейти посмотреть. Поддерживается теперь Composer, это менеджер зависимости, менеджер расширений для PHP, ну и Bauer для фронт-энда. То есть, ну, просто ИИ 2.0 подтянулся до PHP, там, 5 до хрена. Ну, 5.3 как минимум, потому что в нем там введено очень много всего, там, garbage collection и так далее. Ну, на самом деле, это повод для холиваров сейчас лучше релизный ИИ 2.0, чем там Laravel или Symfony 2 или там Zend. Ну, короче говоря, это все как спорить между, я не знаю. Короче говоря, все интерпретируемые динамические языки PHP, Ruby, Python, там, JavaScript. Нет смысла их сравнивать, потому что все они там по некоторым бетчмаркам все равно одну сотую доли от C++ фреймворков по производительности выдают. И как бы здесь вопрос только в том, если у тебя, ну, под рукой какой-то учебник на русском языке нормальный по твоей среде или кружок в вашем университете, там, или на работе у вас все хорошо знают. Или друг у тебя знают. Ну, друг, да. Если друг у меня бы знал PHP, я бы здесь не сидел, да. Но, тем не менее, это все вопрос комьюнити и вопрос того вообще, что ортодоксально использовать, например, в России. То есть, ну, Ruby просто от природы в Америке больше используют. Такой есть факультатив там в колледжах, в колледжах. Больше ресурсов на... Как американский RUNET называть? Ameriknet? USnet. В USnet больше ресурсов по Ruby, чем по PHP, потому что, ну, PHP это Россия и Индия в основном. А в России, ну, надо писать на PHP, потому что, ну, слишком много best practices. Еще очень много и говно practices, конечно, на русском скопилось про PHP. Но нужно уметь в этом всем разбираться, потому что, чтобы не только хорошим программистом быть, но и хорошим системщиком. Оплавливать важно, неважно и так далее. То есть, это как быть вегетарианцем в России и есть все соевое. У нас вот просто организм к этому не предрасположен. То есть, у китайцев уже на генном уровне предрасположенность к СОИ, и все у них хорошо. У нас это рак вызывает и прочие проблемы, потому что, ну... Вообще, у нас Ruby вызывает рак. Да, да. Не на... Ну, то есть, если вы прям сильно хорошо знаете английский, вам это сильно нравится, и вы там где-нибудь по Work and Travel стажировались в какой-то американской компании, и вам сильно нравятся рельсы, ну, окей, это прикольно. Но это все вопрос уже практически даже субкультур и желание выделиться, потому что, ну, никто не спорит, что ребята-вегетарианцы, которые у нас есть в России, они прям вот их... На них обращают внимание. Каждого видно. Да, это очень так по-детски. Но это им прикольно. И вот сейчас вот хипстеры от программирования, они все любят поизучать Ruby или Python, при этом не умея написать какой-нибудь там простой алгоритм, я не знаю, сортировки, не сортировки. Но это все, опять же, отсылки к Radio IT. Короче говоря, надо лучшим программистом быть, а не... Я сейчас вот... Become a Better Programmer. Вот я эту книгу очень жду от Райли. Это прям вообще будет бомба. Вот. Вот 362 страницы о том, какие алгоритмы просто надо знать. Неважно, на чем вы пишете. Хоть на Visual Basic for Application в Excel перебираете ячейки. Если вы понимаете, как писать код там и так далее, то вам ничего не будет стоить, освоить новый язык, новый фреймворк и да. Ну а вообще, если говорить о PHP, то вот HipHop Virtual Machine от Facebook позволяет хоть как-то производительность увеличить, потому что она это все в байт-код переделывает. Не просто интерпретирует и на лету экзекьютит, а переделывает в байт-код и экзекьютит потом. То есть и пацаны из Facebook даже сделали свой язык-хэк, который обратно совместим с PHP. То есть практически можно только теги переделать и ничего не переписывать. Ну, хороший PHP-код. Плохой PHP-код сразу вызовет кучу ошибок и да. Но вот если вам прям сильно важен PHP, ну попробуйте вот эти штуки посмотреть, накатите HipHop Virtual Machine. Его совместимость с Yi я посмотрел там 99,8%. То есть не работают только какие-то базовые, ну не базовые точнее, а наоборот, только какие-то мелкие штуки, которые причем в любом фреймворке не работают. То есть Laravel точно так же под хип-хопом работает не на 100%. WordPress тоже почти уже там, по-моему, тоже там 99, что ли. Ну, короче говоря, это уже практически можно использовать в продакшене. И обратите внимание на это. Ну, то есть возвращаясь к Yi, вообще-то там русская комьюнити разработчиков есть большое. Ну, так просто, я так понимаю, один из главных разработчиков, я к своему стыду не знаю его имя, но знаю его аватарку, потому что он везде с одной аватаркой. Он русский. Он даже у нас в Челябинске на UWDC был на конференции, рассказывал о том, что будет Yi 2.0, то есть это мы все не понаслышке знаем. Но он крутой чувак, он работает, он искренне верит в open source, и да. Следующая тема у нас это Hyperlapse от Instagram. Как мы? С горы вот этой PHP. С вот этого расслабим вас. На остров необитаемый практически. Про Instagram вас расслабим. В общем, ребята из Instagram сделали Hyperlapse, приложение на iOS, я не знаю, как на Android, даже честно говоря. Не-не-не-не, есть сейчас, есть, да? Я не знаю, где тут ссылка, но где-то я смотрел лендинг, хотя, нет, это у Медузы есть на Android. Меня уже все, меня поглотило это. Вот, я просто, чтобы оправдаться как-то, если к ним в футер зайти, то у них есть вот для Android. Вот я и это видел сегодня, и поэтому, да. Ну, в общем, приложение на iOS Hyperlapse от Instagram, которое научилось снимать таймлэпс достаточно крутой. Прям вот, прям крутой. Они это сделали за счет чего? Во-первых, давай, давай не будем сейчас запускать ролики. Мы сейчас давай вверх вернемся. Да, суть в том, что, суть в том, что, во-первых, технология подразумевает использование гироскопа. То есть записывается, то есть записывается не только видеоряд, а еще и записывается положение гироскопа, как он был. То есть две таймлинии, так скажем, да. Они потом составляются, и проверяется именно гироскоп в тех положениях, когда он дрожит. Если он дрожит, то, соответственно, эти кадры убираются, оставляются только плавные. Ну, те кадры, которые, где он не дрожал, и становится более плавная уже картинка. Там, да, не столько они их убирают, сколько они, в зависимости от того, как сильно дрожит гироскоп, обрезку увеличивают. То есть, если мы сейчас посмотрим... Ролики все-таки стоят показать. Ну, да, да. Нет, обрезка... А обрезка-то это еще к тому, что, в принципе, кадр сам по себе обрезается, чтобы не было видно краев картинки именно. И вот гироскоп, то он отвечает за то, чтобы... Ну, инфа с гироскопа идет... Что-то все, меня интернет позорит сегодня. Он отвечает именно за то, насколько сильно это обрезать. То есть, у них это умная система. Если дрожит картинка не сильно, то он... Визибл риджин, вот этот... Он его практически в края делает. То есть, ну, вот за счет этого стабилизация просто дичайшая, не оптическая, вот такая вот хитрая цифровая. Да, поэтому вы видите очень плавные... Очень плавные движения. И как при... Без таймлапса, просто на скорости. На полной скорости. Там даже звук пишется. То есть, приложение полноценно снимает видосы со стабилизацией. С более хорошей стабилизацией, да. Ну, правда, увеличивает картинку. Немного. А любое видео это делает. Если просто в IOC зайти в камеру и после фото включить видео, там прям видно, насколько сильно это приближено. Примерно из-за этого же, но, видимо, тут пацаны пошли дальше и как-то улучшили еще алгоритм. И обрезали лучше, да. Поэтому и очень, очень плавно. Вот вы видите, не плавно, и вот как плавно передвигается именно сам таймлапс. Да, таймлапс, конечно, можно просто космически с этим снимать. То есть, не как раньше. Ну, на самом деле, спрос на крутые таймлапс ролики, он как был, так и остается. Ну, потому что это круто выглядит. Будут, да. Будут усатые дядьки в 50 лет все равно ездить со своими Mark III и кучей рельсов в Норвегию и снимать северные сияния каждую осень и весну. То есть, от этого никуда не уйти, но вот друзьям покидать, как вы ездили там по каналам, я не знаю, что это там, Берлин, Шанхай. Ну, и он поддерживает, причем можно же таймлапсить не только просто с какой-то одной скоростью, а там со скоростью на x2, x3, x6, x12. Тут где-то это будет... Ну, нет, тут текстом это написано, что скорость можно от 1x, то есть в реальном времени до 12 ускорять, и он просто те кадры, которые не нужны, он их вырезает, поэтому очень быстро это кодирование происходит. Ну, как быстро? Мы тогда вот, когда мы снимали распаковку iPhone на это приложение, ну, минутку он это сделал, там ролик был трехминутный. Ну, это соизмеримо. Да, я... В общем, нам приложение очень понравилось. Попробуйте. Ну, кстати, к слову об Инстаграме, по-моему, там сразу можно и расшарить на Инстаграм. Можно, но там, скорее всего, будет обрезка до 15 секунд. Да, да, да. Возможно, он даже предложит, как-то что-то мы не попробовали. Ну, мы как-то да. Напишите в комментариях, если попробуете, нам интересно. Хотя мы тоже попробуем, я думаю, после этого всего. Так, значится, следующая новость у нас это новый релиз Mozilla Firefox. Давайте откроем пост у них в блоге и прям говорим о том, что новые фичи. 33-й это релиз, я уже себе накатил. Пост еще от июля 29-го, то есть, в принципе, да. Тогда это был только еще developer channel, сейчас уже это релиз. Event listeners pop-up, то есть, теперь для тех селекторов, у которых слушаются какие-то события, вот такая вот штучечка EV появляется, можно на ней посмотреть. Media Sidebar в редакторе стиле, то есть, если вы открыли какой-то CSS-файл и у вас там есть медиазапросы, вот такой сайдбар появляется, можно навигацию осуществлять, выбрать его, и он проскроллит вот до той строки, которая здесь указана. Можно добавить теперь новое правило, если правой кнопкой просто на... как это сказать-то, как это сайдбар называется? На инспекторе элементов. Ну, в инспекторе элементов на именно вот... Ну, вот тут вот сайдбар, я прям покажу, потому что уже добавить правило можно. Сайдбар в инспекторе элементов, да. Да, да. Можно добавлять здесь теперь правило. Я тут забежал вперед. Вот. Можно теперь keyframes эдитить. Я вот причем специально посмотрел перед эфиром. Ну, сайдбар в инспекторе элементов, да. Ну, сайдбар в инспекторе элементов, да. Нельзя нигде делать это, кроме фаерфокса. Ну, наверняка есть, конечно, какие-то расширения сторонние для хрома и для сафари и для фаерфокса до вот этого релиза, чтобы их эдить. Но здесь конкретно можно только редактировать, к сожалению. Добавить шагов в keyframes нельзя. По крайней мере, у меня не получилось. Правой кнопкой ADD rule нет. Да, кубик безе эдитер теперь есть. Это я вам прям покажу. То есть, вот он здесь, вот на этот контейнер исследовать элемент. Вот здесь появляется вот такой вот значок, как у Гарри Поттера практически, молния. И здесь вот open-source, вот этот вот кусочек написанный на джаваскрипте, вот как раз на кубик безе ком. Это Лия Верроу сделала, девушка из Греции, симпатичная, но феминистка. Вот, она это сделала, и это прямо вот в Firefox встроили этот кусок. Можно все вот так вот в визуальном редакторе менять. Здесь она меняется. Ну тут, я так понимаю, если я Go нажму, он переприменит. Да, он свои переприменяет, но это не важно. Короче говоря, работает. И еще одна фича, это подсветка трансформа. То есть, здесь он теперь будет нам показывать, если она свойства трансформ на виду. Кстати, где она? Нет, здесь сейчас и тот элемент инспектного, которого будет. Вот, например, этот. Еще меня подводит сегодня Firefox. Или это меня уже... Так, вот, Face 5. Вот тут точно есть трансформ. Вот, при наведении он нам показывает. Так, сейчас я тут проскроллю. Зелененькое, это как контейнер был. И синенькое, это как он стал. И там пунктирные стрелочки, если вы видите, они показывают, куда какая точка именно пришла. То есть, это классно, это здорово. Опять же, наверняка есть сторонние расширения для этого. Но ребята, которые любят Firefox, они прямо, наверное, гордо еще сходят. Потому что у них в браузере все время ребята из Mozilla, и они прямо имплементируют такие экспериментальные штуки. Причем, самое главное, не тормозит. То есть, ну, я сейчас буду, наверное, если менять это на ходу, то не будет никаких лагов. Я, правда, сломал кубик. Но все очень также сразу прикольно появилось. Вообще супер. Молодцы. Я думаю, кто этим пользовался, они и так ставили себе какие-то экстеншены, 100%. Кому это надо было. Да, кому это надо. А сейчас это уже в реальной жизни. Ну, возможно, когда они это нативно имплементировали, это будет быстрее работать. Возможно, экстеншены как раз лагали некоторые. Напишите в комментариях, если вы чем-то таким пользовались. Потому что, ну, как-то... Как-то я все время меняю. Не, не устраивает. Меняю другое. То есть, в Live Reload это не так сложно. Менять каждую секунду, смотреть, как получается. Ну, и тем более, если вот какие-то такие кубические трансформы, это же по формулам все математическим делается. Это же не вручную ставится. То есть, ну, максимум вот только посмотреть, где он был, куда он перешел. Ну, это вот, чтобы лучше понимать свою верстку. Но так, чтобы это прям вам помогло в какой-то степени. Поздно слишком. Уже давно CSS-трансформы на рынке, как ты говоришь. И уже реально. Кто это делает, тот уже для себя какой-то тулбокс составил. И уже работает с этими инструментами. Плотную, да. Следующая тема, это завершающая у нас тема. Да, это у нас завершающая. Это тема 2015 для WordPress, которая будет в декабре. Новая версия 4.1. Да, наконец-то выложили первую бета-версию. Да, выложили в репозиторий. Можно скачать ее, попробовать. Мы ее покажем вам. Мы ее накатили. Просто демки нет вот здесь вот. Как-то нам Константин Ковшенин, который ведет в ВПМак, не хотел демку показать, как выглядит. Видимо, стыдился. Не знаю, видимо. Я, между прочим, когда вот здесь смотрел в каких-то ночных сбоках, где-то я видел прям прямую ссылку. Может быть, у меня в хистерии осталось. 20... Нет, прямая ссылка на тему. Нет, кто-то накатил, купил домен, знаешь, типа 2015demo.com. И можно посмотреть. У меня тут сейчас нету, да. Но где-то это есть. Но и суть даже в том, что здесь, господи, ссылка, она прям, ты репозиторию весь клонируешь, ты весь WordPress. Я его себе качнул, у меня WordPress trunk тут появился. И сразу устанавливается вместе с темой. Да, мне пришлось темку оттуда вытащить и к себе уже на локалку закинуть. Давай посмотрим. Рассказывай. Ну, в принципе, что мы видим? Мы видим то же самое, что мы видели, сколько-то там мы уже ее обсуждали. Видели, практически ничего не изменилось. То есть, ну, мы видим два, визуально два отделяющихся блока, сайдбар и контент. Вот, оба внутри скролятся отдельно друг от друга. Вот. Ну, причем я вот баг нашел. Ну, это причем не один я его нашел. Это прямо в изюх на гитхабе обсуждается. Если я сначала скроллю сайдбар, продолжаю скролить, то скролятся страницы. Если я в этом положении хочу проскролить сайдбар, мне придется всю страницу проскролить для этого, чтобы проскролить сайдбар. То есть, вот тут такая вот змейка, это все друг за другом. Видим, что сыроватая тема еще пока. Ну, главными фичами что будет? Во-первых, кастомности самой админки можно будет все изменять. Можно будет цвета поменять. Хотя, раньше-то у многих тем приличных все это написано было так же в настройках. Ну, нет. Кастомайзер API давно уже доступен. То есть, в него можно накручивать вот такие свои штуки уже несколько лет так точно. Ну, прикольно, что тема от Automatic, будем называть их официальными WordPress темами, что ли, тоже обзаводится этим всем. Ну, причем здесь, ладно, пресеты. Тут наверняка это все SAS используют. С какого-то релиза же у нас WordPress SAS используют для админки и для всего вот этого. Скорее всего, чтобы, да. Будут какие-то статьи теперь на сайтпойнте, как написать вот свой такой кастомайзер, используя SAS, используя вот эту нативную штуку S2015 и так далее. Ну, прикольно, прикольно. Ну, кроме цветов можно ставить просто картинки на бэкграунд. Мы вот пробовали, у нас получалось всякое разное. Ну, тут контраст какой-то хреновый становится. Я не знаю, если я вот сейчас Dark выберу, тут... А, надо наоборот Default выбрать. Да. Ну, все. Ну, короче, это так. Это можно подгонять, естественно. Да, видите, что... Ну, тот, кто ведет свой блог такой достаточно аскетичный, сухой, то можно, в принципе, я думаю. Ну, сейчас поставим что-нибудь вот сюда и покажем еще один баг. Причем, опять же, странный баг. Тут верстка какая-то просто дичайшая. Может быть, что-то поняли. Скорее всего, мы просто, да, что-то не поняли. Ну, вот тут такая вот пустота. И, ну, бог с ним с пустотой. То есть, если здесь посмотреть, то это все к бодику... Так, нет, не здесь. К бодику применяется. Вот он, боди. И бодик, он... У него before fixed сделан. Короче говоря, там... Там все странно. В общем, мы поковырялись, и мы пока не поняли, что происходит с темой. Но, возможно, это все очень сильная бета. Это просто нам выкатили, чтобы мы видели, что что-то делают. Ну, работают, да. Очевидно, что это все еще обсуждается. Но вот, ноу-репит... Ну, вот, не получается ничего сделать по-человечески. Ну, здесь получается, но просто сделать, например, по-человечески у них сразу не получится. Потому что вот, вот так будет, если я зайду с большого экрана. Вот здесь у меня будет пустота. Тут какие-то тоже проценты, 30%. Но верстка, короче говоря, еще будет, я так понимаю, дорабатываться. Может быть, пока только по хп написали? Кстати, да. Давай код, как я покажу. Сурсы открыл. Очевидно, что тема форкнута с Underscore S такой, стандартной темой для стартовых тем, тоже от Automatic, но они убрали экшены. Там в Underscore S, если ты помнишь, добавлены кастомные экшены в хедере там. Да, да, да. Дул экшен там, хедер там, то-то. Тут их все убрали, непонятно зачем, но, внимание, стали эскейпить HTML. То есть только с этого релиза они поняли, что HTML надо эскейпить, потому что вдруг туда какие-нибудь скрипты напишут, а ну как? И вот я тут специально для контраста 24-in покажу вам, тоже хедер php, там, на самом деле тут-то все бэкэнд практически идентичен, но здесь не эскейпится. Так, где? Тут вообще этого нет, так, секунду, на 404 php покажу, вот, упс, здесь только Underscore E, то есть для перевода функция, а тут уже эскейпится, то есть они как-то побегают о безопасности решили подумать, хотя, ну это как бы best practice такой вообще прям сильный. То есть кто этого не делает, тот просто лох, и поэтому, ну вот, эскейп URL-то все делают, еще вот с 2013, я даже сейчас просто эксперимент. Ну нет, ну нет, это, конечно, кто-то, вот, да, тоже эскейп URL, ну кто так не делает, тот прям вообще сильный лох, вот, и начали тоже чуть-чуть что-то делать. Короче, php примерно такой, кто хоть раз с Underscore S сталкивался, тот узнает вот эти классические включения, темплейт, текст там, добавить кастом хедер, это все, но это все на самом деле из кодекса, то есть WordPress, в принципе, он достаточно, его надо стереотипно писать, вот как, как сами чуваки эти думают, да, так, так и надо это делать, потому что в противном случае будет работать еще хреновее, чем работать. Ну да, Underscore S это тоже automatic, поэтому они друг друга там форкнули, перефоркнули. Они вместе, они вот недавно же за нее сели, там, вот когда мы в предыдущий раз про нее говорили, это хрен, давно это было, короче говоря. Месяца два, допустим, назад. Да, и это нет, в том-то, ну месяц назад, и вот они тогда только сели, и вот работают, то есть они только форкнуть успели, и хреновый сайдбар. Ну что, все, у нас темы-то закончились. Да, да, надо вводить рубрику «Темы читателей», в лайве выходить, все вот это. Да, да, просто, может быть, пишите, что хотите еще обсудить, мы это расскажем про это. Да, 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 ну вот про Юссемити часто пишут, но вот в четверг запишу, обсужу. Ну это спецвыпуск будет, как обычно. Да, да, то есть. Ладно тогда, всем удачного дня, читайте нас в соцсетях, смотрите ссылки в описании. И отдельно скажу, подкаст ставьте звездочки в iTunes, а то у нас всего 11, нам не хватает. Мы там растем. Да, мы растем, в принципе, и хотим вырасти еще. Всем удачного дня, пока. Пока.